Джейсон Смарт, американский политехнолог и политолог, уже присоединился к нашему эфиру. Мы вас приветствуем. Здравствуйте. Здравствуйте. И речь шла, вот Сакен только что озвучил, собственно, темы основные, которые будут звучать в переговорах. И идет речь о хоть каких-то дипломатических контактах. Ну, давайте остановимся просто на дипломатических контактах. Как вы считаете, вот эти вот моменты, где могут быть соприкосновения в отношениях Соединенных Штатов Америки и Китая, и эти соприкосновения будут, ну, я не буду говорить дружественными, пусть партнерскими, идеи с той и с другой стороны, они совпадают? Где же могут произойти эти контакты? Конечно. Я думаю, что на самом деле отношение с Китаем в данном моменте сложное. Но это не конец мира. У нас есть очень сильные экономические связи с Китаем. И хоть иначе мы будем работать с Китаем. То есть, работать с ними невозможно. Из этого я уверен, что будут какие-то выводы после этого, что это уже пора работать поближе в будущее. МИД Китайской Народной Республики так же, как вы, лаконично очень прокомментировал визит Блинкина. Но все-таки сказали, что надо реализовать то, о чем договорились на Бали. О чем они договорились на Бали, американский лидер Иси Цзиньпинь? В Бали, как и наши предыдущие встречи между ними, было соглашение, что наши отношения с ними будут особенно стройны на экономический план. Конечно, у нас есть серьезные военные проблемы с Китаем, особенно по поводу Тайвана. Но мы еще работаем с ними даже на политические вопросы. Смотрите, что происходит в Северной Корее, например. Наши близкие партнеры с этим, это как раз Китай. Они работают с Северной Кореей из-за того, что у нас есть очень, скажем, острое отношение с ними. И я думаю, что это продолжится. То есть, я не ожидаю, что это будет другого, чем мы видели в Бали. Это будет то же самое, что это лучше работать вместе, чем работать против друг друга. Смотрите, вот вернемся еще к прошлому. То, из-за чего встреча была отменена ранее. Этот воздушный шар, который в Соединенных Штатах Америки называют разведывательным, чего все-таки открещивается Китай до сих пор. Как вы считаете, вот эта ситуация с шаром, а главная реакция Соединенных Штатов Америки, сможет ли каким-то образом несколько перенаправить и изменить вектор общения? Ну, собственно, Соединенные Штаты Америки показали, что нам это не нравится, с нами так нельзя. И мы будем достаточно категорично реагировать на подобные жесты. Как вы считаете, Китай учтет вот такую реакцию? Или все-таки в дальнейшем можем ожидать каких-то подобных экспериментов? Личный вопрос. Я думаю, что есть огромная разница, как мы работаем с Китаем, чем с Россией, например. То есть Россия постоянно хочет как-то играть с нами, найти какие-то возможности, делать нам новые проблемы, в том числе в войне. Как вы видите, наши самолеты, войны самолеты летают очень близко с российскими самолетами. Паустьяна на границе с Америки, с нашей воздушным пристранством. Но с Китаем это никогда не бывает. Ну, никогда. Почти никогда не бывает. И что случилось с этим Шаром? Это был действительно первый раз, что у нас было такое с Китаем. Я думаю, что наша реакция была достаточно сильная, что уже Китай поняла, что это не вегано продолжать такие действия. И я ожидаю, что не будет такого в будущем. Просто они сами видят, что это им не вегано. Мы самые большие экономические партнеры. Если будут какие-то серьезные проблемы с нами, тогда это будет им хуже, чем для нас. Также Тони Блинкин будет говорить с китайскими чиновниками, в частности, о войне Российской Федерации против Украины. Об этом сообщает канал CNN. Там отмечается, что хотя Пекин пытается играть роль миротворца между Москвой и Киевом, китайские послания были встречены со значительным скептицизмом со стороны официальных лиц Соединенных Штатов Америки и других западных лидеров. Китайские мирные предложения критиковали за то, что они не содержали призывов к России вывести войска с украинской территории. Как вы считаете, Джейсон, может ли поменяться риторика Пекина после разговоров с Тони Блинкином или как-то продвинуться их видение мирного процесса? Что нам вообще ждать конкретно в разрезе войны, которую ведет Россия? Ну, Китай в этой войне очень интересен. То есть, они постоянно говорят, что они друзья России, что у них есть какое-то партнерство с Россией. Но на самом деле мы видим, что они не близко работают с Россией. Мы знаем, что Путин ожидал, что Китай будет действительно его партнер в этой войне, что Китай был бы готова перебросывать оружие и помочь. Но на самом деле мы видим, что Китай не делает, что Москва хочет. И опять, я думаю, что Китай постоянно делает такие вещи, что они публичные говорят, да, мы ваши партнеры в Москве, мы готовы работать с вами, мы всегда будем друзья. Но когда, наконец, есть какое-то решение, действительно, мы готовы, чтобы были какие-то западные санкции против нас и за Россию, они не готовы к этому. Они готовы просто с словами помочь России. Но по факту они не готовы перебросывать оружие или помочь России больше, чем на какой-то степень, как Россия ожидала. Также в преддверии этого визита господин Блинкен, когда говорил о том, что необходимо с Китаем искать диалог, собственно, о котором мы с вами начали говорить в начале нашего сегодняшнего разговора, он сказал, что такое развитие событий необходимо и желательно для мира, чтобы Соединенные Штаты и, собственно, Китай могли ответственно управлять своими разногласиями и избегать просчетов. И это очень интересная формулировка. Знаете, мы здесь в Украине, и в нашей стране сейчас война. И когда мы слышим о просчетах, конечно же, в первую очередь мы думаем о безопасности. И как вы считаете, когда господин Блинкен говорил, говорил ли он о просчетах, которые могут действительно пагудно сказаться на мировой безопасности? Или мы можем предполагать, что тут будет контекст также еще о некоторых экономических просчетах, возможно? Я думаю, что это было по-экономически, на самом деле. По поводу Украины, что дальше, опять, я думаю, что будет это предупреждение из Блинкена сегодня китайцам, что не надо помочь России, не надо быть партнером России в этой войне против Украины. И опять, думаю, что Пекин всегда в своей истории решал все вопросы через экономический путь. То есть они давно поняли, что экономический путь – это всегда лучше, чем военный путь. Мы видим, что экономическая политика в Африке, в Южной Америке – это то же самое. Они контролируют страны там, и они работают там через свой экономический власть. И в случае России мы видим то же самое. Мы видим, что Россия покупает где-то 200 миллионов долларов юана, то есть китайского денег, каждый месяц. А почему? Потому что они уже решили, что свой резерв будет на вуан. И что-то показывает, что это показывает, что у Китая есть огромное влияние и возможность трогать политики в Москве и по миру. Но это через экономические связи, это не через военные связи. И на самом деле это очень умная стратегия. Это гораздо умнее, чем стратегия России через только войну, не знаю, как решать вопросы. Но и китайцы, я бы сказал, хитрые и умные, как они работают. И мы видим, что свои работы сейчас, как это влияет на ситуацию в Москве. В таком случае я хотела бы продолжить все-таки линию, которая касается больше безопасности. Еще вот буквально в марте Си Цзиньпинь позволялся себе достаточно так категорично высказываться по поводу Соединенных Штатов. Он говорит, что западные страны во главе с США осуществляют против нас, то бишь против Китая, всестороннее сдерживание окружения и подавление. Вместе с тем мы слышали о том, как Китай так или иначе называл Россию своим партнером. Вот как вы считаете, вот этот визит господина Блинкина в Китай, достаточно ли одного визита для того, чтобы несколько поменять вектор вот такого отношения, по крайней мере, в высказываниях? Можем ли мы предполагать, что после этого визита, как минимум, таких высказываний либо не будет, либо они будут мягче? Будет мягче, то есть не будет ничего корданного, ничего очень сильного, но будет что-то уже по-другому мягче. А почему? Потому что уже китайский пресс и американский пресс оба уже давно пишут, уже почти год, что у нас есть самый низкий пункт сейчас в наших двухсторонных отношениях. И насколько граждане и в Америке, и в Китае думают, что ситуация очень сложная, очень острая, это не выгодно никому, это не выгодно Вашингтону, не выгодно Пекингу. Лучше, чтобы наши отношения были теплые. Может быть, это не будет дружеское отношение, но теплее, чем до сегодняшнего дня, это всем просто выгодно. Да, мы еще с вами обсудим возможную встречу лидеров. Президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее время хотел бы лично встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином. Об этом он сказал журналистам перед рабочей поездкой в Филадельфию, и, как пишет Блумберг, поводом для будущего диалога тет-а-тет стала растущая напряженность между Вашингтоном и Пекином. В частности, инцидент с китайским шпионским аэростатом, который сбили над США. Надеюсь, что в течение следующих нескольких месяцев я снова встречу с Си, отметил американский президент, который после своего избрания виделся с лидером КНР лишь один раз в ноябре прошлого года. Джейсон, встречи лидеров на высоком уровне еще вовсе не отменяют конфликтов и войн. Байден встречался с Путиным меньше, чем за год до полномасштабного вторжения. Поэтому что эта встреча может изменить? Изменит ли? Может ли она действительно разрядить обстановку в Южно-Китайском море, снять вопрос Тайваня или просто два пожилых лидера встретятся и поговорят? Как вы думаете? Что ждать? Ну, конечно. Вопрос Тайвана самый актуальный, самый острый вопрос. И, как вы знаете, наши лидеры в Америке, в Пентагоне думают, что есть еще возможность войны с Китаем до 2025-го. Из-за Тайвана. Кажется, что Ши действительно хочет захватить эту территорию. Соединенных Штатов считает Тайвань страной, не просто часть России. И это невозможно. И не принимай. Насколько это наш партнер. У нас уже уже 70 лет от отношения к Тайвану. И мы не готовы просто, чтобы они захватили ее. Мы готовы ее защищать. Но я думаю, что опять, я повторю, что я уверен, что Ши, насколько он интеллигентный человек, не готов к какой-то войне со Соединенных Штатами. Это просто, опять, невыгодно. Насколько своя экономика так связана с нашей экономикой, а если с Европой. Зачем? Просто зачем? Он видит, что происходит с Россией сейчас. Зачем ему такие проблемы? Чтобы он захватил какую-то маленькую территорию. Я думаю, что умнее, чем это. И не будет никакой войны с Китаем и за Тайвана. Хочу еще тему Украины продолжить. Сейчас, действительно, я не буду говорить от себя, но буду ссылаться на мнения экспертов, которые, так или иначе, некоторые заявляют не то чтобы о решающей, но об очень важной фазе войны, которая сегодня продолжается в Украине. Говорим об успехах вооруженных сил Украины. Вы, вероятно, слышали, что было освобождено как минимум 7 населенных пунктов не так давно. И как вы считаете, не можем ли мы тут провести параллель? В Украине идет достаточно весомая фаза войны. Вместе с тем, встреча таких лидеров, она откладывалась достаточно на продолжительный срок. А сейчас уже, скажем, откладывать было некуда, потому что, на самом деле, важно и срочно, возможно, обсудить также ситуацию в Украине и дальнейшую судьбу и роль России, в принципе, в мире. Ну, Россия. Китайцы, мы видим, что свои политики, что они смотрят, что происходит в России, и они видят то же самое, как я. Я думаю, что будет распад России. Я думаю, что до конца войны в Украине будет распад России. Или экономический распад, и потом политический, или политический, потом экономический. Но будет конец России. И это не из-за того, что я просто оптимист, не из-за того, что я просто ненавижу Россию. Это из-за того, что действительно мы видим все признаки, что там эта ситуация очень нестабильная. И для Китая это очень выгодно. Насколько это возможно, что они еще покупают территорию в России и захватят экономику в будущей России. Но я думаю, что Соединенные Штаты тоже это видят, что ситуация в России в сегодняшний день. очень нестабильная. И это вполне возможно, что всех стран в мире будут им выгоднее, если не будет Россия. Из этого посмотрим, что дальше. Но я действительно думаю, что в Америке сейчас, как и в Украине, это был бы самый выгодный результат, если будет распад Россия. То есть это конец войны сразу. Если Россия закончится, тогда война закончится. Джейсон, благодарим. Джейсон Смарт, американский политтехнолог, политолог был в нашем эфире.